На следующий день, после возвращения из Сакраменто, Костя проснулся позже обычного. У него болела голова. Вероника оставила сыну записку на кухонном столе. В ней она выражала свою радость по поводу возвращения сына, написав, что скучала без него и обещала, что в ближайшие выходные они куда-нибудь поедут вдвоем. Прочитав записку, Костя снова, как в далеком детстве, почувствовал нежность к маме. Почти две недели они не виделись, и он сейчас вдруг осознал, что ему ее тоже не хватало. Он улыбнулся, прочитав, что его ждет приятный отдых вместе с мамой. После приема душа Костя налил себе крепкий чай с сахаром и лимоном. Есть не хотелось. Медленно отпивая чай из чашки, он сидел в мягком кресле и листал журнал, оставленный матерью на журнальном столике. Это были виды курортных мест на Гавайских островах. «Вот туда бы съездить с мамой!» – подумал Костя, наслаждаясь кисловато-сладким чайным напитком. Он перелистнул другую страницу. Несколько цветных фотографий выскользнули из журнала и вером рассыпались на его колени. Костя поднял одну. На его лице отобразилось удивление. На фотографии были запечатлены его мама с черноволосым мужчиной в пляжных костюмах на фоне спокойной океанской глади. Костя взял остальные фотографии и стал рассматривать их. Вот его мама с тем же мужчиной в обнимку сидят на песке. Вот они на фоне прекрасного отеля. А вот они что-то пьют из высоких прозрачных бокалов за столиком под росткигистой пальмой. Что это? Где и с кем это моя мама? Костя внимательно присмотрелся к надписям на фотографиях и прочитал. Гавайи. Было указаны месяц, число и год. Значит, мама меня специально отправила в Сакраменто, чтобы самой улететь на Гавайи с этим... Костя взгляделся в лицо мужчины. Точно! Это тот, которого он видел тогда у ресторана. Он отбросил фотографии и резко поднялся. Она мне все лжет, скучала. С иронией в голосе Костя произнес слово, которое несколько минут назад прочел в маминой записке. Избавилась от меня, а сама поехала веселиться с каким-то... Он почувствовал себя снова одиноким. С быстротой мальчишеской фантазии Костя представил себя брошенным, преданным и никому не нужным в этом большом, холодном и лживом мире. Вдруг зазвонил телефон. Костя подошел к нему, протянул руку, но не поднял трубку. А если это мама? С ней он не хотел говорить. Телефон настойчиво звонил. Зачем прозвучал сигнал для сообщения? И Костя услышал незнакомый голос. Это вам звонят из Сакрамента. Виктор, я хотел бы поговорить с Костей. Костя схватил трубку и громко закричал. Алло, алло! Это Костя, дядя Витя. Я вас слушаю. Алло! Да, это ты, Костя? Очень хорошо, что ты сам взял трубку. Меньше проблем будет. Дело вот в чем. После вашего отъезда обнаружилась пропажа. Исчезла видеокамера. Я предлагаю тебе вернуть ее через славянного отца. У него на следующей неделе будет рейс сюда. Ты хорошо понял, парень? Костя молчал. От услышанного у него померкло в глазах. Он никак не мог понять, почему дядя Витя требует у него вернуть камеру. Костя отвел руку с трубкой в сторону и уставился в невидимую точку на карпете. Алло! Ты слышишь меня? Почему ты молчишь? Я спокойно предлагаю тебе вернуть камеру. Никто не узнает об этом инциденте. Слова, словно камни, больно стучали в висок кости. А почему вы решили, что эту камеру взял я? Наконец произнес он. Я ее вовсе не брал. Дядя Витя, то, что вы говорите, просто ужасно. Я так и знал, что ты будешь отказываться. Лучше сознайся и верни. Больше некому было ее взять. У Славки отец хорошо зарабатывает и может купить ему камеру. А ты в Америке без году неделя. Вот и соблазнился. Знаю я вашего брата безотцовщину. Костя вздрогнул. Его щеки вспыхнули. Словно говорящий хлестнул его ладонью по лицу. Он вспомнил, как дядя Витя в первый вечер, показывая им свой дом, сказал, что Господь обильно благословил его семью здесь, в Соединенных Штатах. И, облизнув пересохшие губы, Костя дрогнувшим голосом произнес. — Дядя Витя, вы же в Бога верите. Как вы можете так со мной говорить? Я не вор. И я не брал вашу камеру. — Да что я на тебя время трачу? Не вор он, видите ли. Две недели ел, спал, развлекался в моем доме. Камеры-то нет. Найду я на тебя управу. В трубке раздались гудки. Костя положил ее на место и опустился в кресло. Перед его взором лежали фотографии, с которых смотрели на него два улыбающихся счастливых лица. Ему казалось, что они смеются над ним. Весь мир вдруг стал таким чужим, и жизнь в нем бессмысленной. Костя склонил голову в ладони и заплакал на взрыд. Его юное мальчишеское сердце разрывалось от боли, вызванной страшной несправедливостью взрослых. Он плакал, и, казалось, не было конца льющимся слезам, которые не приносили ни малейшего облегчения. Совершенно опустошенный, Костя включил компьютер и, выйдя в интернет и открыв фейсбук, написал несколько фраз. Хочу уйти из жизни. Всюду обман и жестокая несправедливость. Зачем жить в таком мире? Голова раскалывалась. Он открыл аптечку и нашел Туленол. Выпил и лег на диван. Ему снился странный сон. По каменистой тропе шли люди один за другим в темных одеждах. Их лица он не мог разглядеть. Они были покрыты капюшонами. В одной руке они несли дымящие факелы. В другой большие колокола, тряся ими, что есть силы. Он закрывал уши, но это не помогало. Звон все усиливался и усиливался, стуча словно маленькими молоточками в его виски. Ему хотелось убежать от этого металлического настойчивого звона. Но он не мог сдвинуться с места. Наконец Костя проснулся. Открыв глаза, он убедился, что звон не исчезает. И понял, что это звонит в дверь. Он поднялся и прошел к двери. Открыв ее, на пороге стоял полицейский. Слава писал письмо Игорю. Перед отъездом он просил Игоря отправить фотографию на его электронную почту и дал ему адрес своей почту. Он решил написать Игорю письмо, используя электронный адрес. Письмо по интернету было гарантией того, что никто другой не прочтет его, кроме самого адресата. Славик подумал, что Игорь может отказаться дать ему свой адрес. И поэтому просьба о фотографиях была, как ему казалось, самой естественной. Слава проверил свою электронную почту и обрадовался, увидев присланные фотографии. Теперь он мог отправить письмо Игорю. Адрес есть. Он склонил голову и обратился к Господу. Иисус, пожалуйста, дай мне правильные и добрые слова, чтобы написать это письмо. «Благодарю тебя!» И приступил к письму. «Привет, Игорь! Я хочу поблагодарить тебя и от имени Кости тоже за все то время, которое ты уделял нам. Мы можем стать настоящими друзьями и еще иметь встречу в будущем. Нас объединяет самая замечательная личность — наш Господь Иисус. Мне очень понравилось молодежное общение в вашей церкви. Размышления были серьезными и полезными. Только жаль, что ты вышел и не услышал проповедь брата Гены. Он — замечательный лидер, не правда ли? Передавай привет всей молодежи. Я уверен, что мы, познающие Иисуса с юных лет, поистине счастливые люди. Мне очень хочется быть настоящим, верным учеником Христа. Не всегда это получается. Не всегда я последователен. Но Он, Он — удивительный друг. Когда я думаю о том, что Иисус знает обо мне все-все, мне еще больше хочется стать лучше и чище. «Я всегда прошу Господа напоминать мне о Голгофе, где я был искуплен от греха и смерти. Мне всегда стыдно, когда я согрешаю. И всегда радостно, когда, открывая свои согрешения Иисусу, получаю Его прощение. Я думаю, что ты хорошо понимаешь меня. Помнишь, Игорь, тогда на пляже к нам подошли двое парней. Они выражались так грязно и грубо. Потом ты ушел с ними и вернулся минут через сорок. Мы с Костей даже огорчились и забеспокоились о тебе. Что может быть общего у тебя с этими парнями? Хочу надеяться, что ты не причислил их к своим друзьям. Они – плохая компания. Помнишь библейское выражение «Худые сообщества развращают добрые нравы»? Никогда не поздно остановиться и осмотреться. Так легко и незаметно можно уйти от Спасителя, споткнуться и даже упасть. Пусть это ни с кем не случится. Желаю тебе благословений Христовых. Спасибо за фотографии. Все получил. Хорошая память. Оставайся с нашим добрым пастырем. Буду рад получить от тебя ответ. Слава! Слава прочел письмо и остался довольным. Кажется, написано в дружеской манере и без острых выражений, подумал он. Если Игорь не утратил искренности, то и присутствующая между строк поймет и примет. И со словами «Благослови, Господи!» Слава нажал «Отправить!» Слава нажал «Отправить!» Продолжение следует...